Всем привет! Я удовлетворяю ваше любопытство. Как я могла приехать из обзора без орхидеи? Ну, знаете, это моя мечта. Эту мечту я одновременно и хотела, и я ее боялась. Представляете, я боялась эту орхидею. Почему? Девчонки, объясняю. Потому что эта орхидея все-таки, она очень-очень большая, по типу гигантеи. Растут шикарные корни, растут длиннючие листья. Потому что размах листьев этой орхидеи достигает просто каких-то очень высоких цифр. Сейчас мы вместе с вами померяем самый большой цветочек этой орхидеи. Не зря же, не зря же говорят, что эта орхидейка шикарная, красивая. Она сейчас стоит отвернута к вам. Ну, я сейчас сниму пакетик, и мы будем рассматривать качество растений. Как я вам сказала, я просмотрела все горшочки, поступившие на продажу в этот день. И вы знаете, качество орхидеи меня просто удивило. Очень классные растения. Именно вот эти вот Виктория Фонтана. Сейчас будем смотреть. Ну, и еще, почему я ее боялась, вы знаете? Ну, куда вот ставить горшки, да, с такой, с такой листовой розеткой? Это что-то, что-то нереальное, просто нереальное. Во-вторых, вы знаете, я не совсем понимаю, как ухаживать за этими орхидеями. Все-таки, знаете, вот гигантеи это гигантеи. Я не знаю классификацию этой орхидеи, гигантея она или нет. Но я вот, знаете, уже подготовила. Девчонки, кто знаком с этим сортом, я с удовольствием прислушаюсь к вашим советам по содержанию этой орхидейки. Вы знаете, вот действительно есть такие... У меня иногда возникают вопросы, о которых я просто-напросто не осведомлена. Я не знаю, как содержать эти орхидейки. Поэтому вы посмотрите, какая красивая, мощная орхидея. Вы знаете, я вам могу сказать, когда был предыдущий завоз в этот магазин по вот этим вот красавицам необыкновенным, я так пожалела, что я не взяла себе эту орхидейку. Но вот, сегодня я, конечно, осуществила свою, вот знаете, свой интерес, вот свою мечту. И все-таки она теперь у меня есть. Я сразу могу сказать, эту орхидею я не покупала, мне ее подарили. Мне ее подарила Виктория. Вот, чтобы до конца быть честной. Посмотрите, насколько классно выглядит корневая система. Просмотрев все горшочки, мне было определиться очень-очень, могу сказать, сложно. Почему? Потому что качество растений, вот всех-всех растений, привезенных в этот день, оно было очень хорошим. Видите, однобокое развитие, видимо, какая-то боковая подсветка была именно вот с этой стороны. И сюда же формировался и цветонос, и сюда же формировались и корни. Видите, вот он устремлен именно в ту сторону, к вам, как бы, смотрит. Залезла к супругу в его волшебный шкаф с инструментами и стащила у него цифровой штангенциркуль. Сейчас мы померим с вами размер цветка. Так, ну что, я выставляю сразу на 13 сантиметров. Я думаю, что он не менее 13 сантиметров цветочек. Давайте вот, это не, кстати, не самый первый цветок, созданный на цветоносе. Вот, смотрите, 13 сантиметров. Это не первый цветок. Я думаю, что первый цветочек, вот мы перевернули, видите, вот я перевернула, 13 сантиметров. Вот, пожалуйста, размер цветочка. Обалдеть! Это такой точный прибор, который вот реально позволяет измерить цветок безошибочно. Если бы, конечно, вот здесь вот не хватает одного цветочка, здесь на цветочке не хватает несколько лепесточков. Но это условия доставки. По-другому не бывает, потому что это очень крупные, мощные и красивые орхидеи, фаленопсисы. Ну, и, естественно, их очень сложно транспортировать. Вот, выбрала себе вот такую вот красавицу. Я, конечно, очень-очень вдохновлена тем, что эта орхидея теперь находится у меня. Осталось только место ей найти. Не знаю, где я отыщу. Ну, посмотрим. Так, что я буду делать с этой орхидейкой? Сегодня я просто чистой, мягкой тряпочкой, смоченной в чистой воде, протру листочки и обработаю, может быть, раствором салициловой кислоты, 1% из аптеки, разведенной 1 к 5 с водой. Протру листочки для профилактики от вредителей разных насекомых. Поливать пока я сегодня не буду. В этом нет пока никакой необходимости, несмотря на то, что корневая система выглядит достаточно сухенько, посеребренной, но пока поливать не буду. Я сейчас хочу, конечно, в условиях холодных температур. В магазине, кстати, тоже было не тепло. Я находилась там в теплом пальто, и это было совсем не лишним. Поэтому пока пусть она погреется, немножко адаптируется. Полью я ее где-то, может быть, через пару денечков. Все, вот такая у меня сегодня красавица. Я вам ее показала, рассказала. И, конечно же, я так думаю, что все-таки вы с удовольствием будете наблюдать очень популярную и очень красивую орхидею у меня в коллекции. Я буду вам показывать, что и как будет с ней происходить. И делаю вам съемочку на следующий день в дневное время для того, чтобы показать, как я ее расположила все-таки. Читала сегодня ваши комментарии после обзора в этом магазине. Очень многие мне, конечно, советовали. Ирина, если вы решите приобрести, прикупить эту красоту, но мне ее подарили, как я вам сказала. Обалдеть! Я не могу, я до сих пор сама схожу. Когда я смотрю на эту мощь, я нахожусь в странном ощущении себя. Почему? Потому что я не знаю, как относиться вообще к этой орхидее и как вести себя с ней. Мне кажется, это какая-то просто королева передо мной стоит в красивом вот таком вот кашпо. Ну, девчонки, многие мне написали, Ирина, ставьте в вазу интерьерную. Это будет очень красиво. Близко не подхожу, чтобы вы видели. Смотрите, у меня есть вот такое напольное кашпо стеклянное. Ну, ваза. Вот так. Смотрите, там получается горшок D16 в горшочке как бы а-ля двойной. И вот эта ваза, как просто вот такой пьедестал для этой необыкновенной, красивой, мощной, шикарной орхидеи. Ну, вот смотрите, на сегодняшний день, что она мне делает. Вот. Распускает уже бутончики. Я ее не поливала, я вам рассказывала. Вот так она у меня будет стоять среди моих вот этих вот красавиц. Сейчас я вам покажу их. Вот они. Там и Аба, там обалденный Биглип тестовый без названия. Там у меня желточек этот яркий, красивый. Пока проходит карантин. Какие-то орхидейки. Две скропиночки отсвели. Отсвел Азиат Азиан Джингл. Так, персик пока держит бутончики. Ну, вот, пожалуйста. И вот это. Посмотрите, насколько вот цветочки маленькие на вот тех орхидейках. И что из собой представляет вот эта барышня. На сегодняшний момент 13 сантиметров у нее цветочек. А на сегодня я заканчиваю свое такое не, совершенно не длинное видео. И хочу пожелать вам всего доброго здоровья и благополучия. Всего вам самого-самого наилучшего. Всем пока-пока и до новых встреч.